Как выбрать духовного учителя? Знаете, первое, нужно понимать, что Шила Прабхупад является главным духовным учителем для всех нас. Мы должны это понимать, мы должны поклоняться Шиле Прабхупаде и слушать то, что говорит Шила Прабхупаде, серьезно относиться к Шиле Прабхупаде, серьезно относиться к наставлениям Шиле Прабхупаде. Вот это самое главное. Но также, как мы уже говорили, Кришна говорит в Бхагавадгите 4.34, каждый должен принять духовного учителя, который присутствует в данный момент, для того, чтобы он лично руководил им. Потому что это очень помогает на духовном пути, когда у вас есть человек, которого вы знаете, он знает вас, который с вами общается и может помогать вам практическим опытом. Потому что каждый из нас является индивидуальностью, у каждого из нас свои нужды, свои слабые и сильные стороны. И иметь духовного учителя, который сможет вам помогать личностным образом, не в общем давать наставления, а вот личное наставление вам, это очень помогает. Как сказал Шиле Прабхупаде об этом, человек Бхагавата противоположный к книге Бхагаватам. Это имеется в виду Шимат Бхагаватам. Очень продвинутый, преданный, имеется в виду Бхагавата. Прабхупада говорил, что человек Бхагавата более важен, чем книга Бхагават, потому что человек Бхагавата может вас потащить за ухо и сказать вам, что вы делаете. А книгу Бхагаватам вы можете просто закрыть, если вам что-то не понравилось, и отложить. Поэтому это больше... отношения более динамичные, когда это человек Бхагавата, духовный учитель.